Тайна красного дракона, как Китаю удалось сдержать коронавирус. Аль-Майлен, Ливан, Бахи и Халеви, Аль-Майлен, Ливан. 20 марта 2020 года. Китай объявил, что ему удалось остановить распространение коронавируса в первичном очаге, провинции Хубей. При этом он подчеркнул огромную роль информационных технологий и искусственного интеллекта в сдерживании эпидемии. Китай зарекомендовал себя в качестве ведущего игрока на мировой экономической арене. Однако после вспышки нового коронавируса оказалось, что это также информационная держава, обладающая прогрессивными, сложными устройствами и системами. Помимо прочего, страна преуспела в тестировании цифровой экономики, зависящей от большого объема данных и искусственного интеллекта, в области которого она планировала стать ведущей державой к 2030 году. В этой статье мы рассмотрим наиболее важные факторы технологического и социального характера, способствовавшие успеху Китая в сдерживании эпидемии. 1.Вера страны в технологии анализ данных в условиях эпидемии страха, охвативших китайские города. Страна использовала технологии анализа данных в качестве главного инструмента борьбы с угрозой. Как известно, Китай разрабатывает особый комплекс мониторинговых программ, способный помочь властям быстро получать информацию и принимать решения. В прошлом мы уже видели, как большие объемы данных используются для борьбы с эпидемией. Вспомним о приложениях, которые применяли в Сьерра-Леоне для противостояния вирусу Эбола, подобно Флоумендер. Сегодня применение этих технологий на столь большом географическом пространстве с огромной численностью населения, более 1,35 миллиарда человек, и в течение рекордного срока является крайне важным событием. Разумеется, наряду с общей психологической обстановкой, возникшей в результате действий СМИ и информационной войны, коснувшейся всех и каждого. Парадокс заключается в том, что мы привыкли действовать реактивно, когда речь идет о технологиях, так как мы чаще обращаемся к ним при возникновении проблемы. Вместе с тем решение ситуации заключается в использовании технологий на проактивной основе. На фоне эпидемии в Китае правительство сделало ставку на разработку бесплатного приложения, которое позволило гражданам собирать и анализировать данные, а затем определять состояние своего здоровья и вероятность заражения. Это приложение, разработанное AntFinancials, дочерней компании китайского гиганта Alibaba, способно точно и автоматически фиксировать заболевания, основываясь на широком диапазоне данных, таких как история поездок, контакты с зараженными лицами, география перемещения и электронные данные о покупках, включая медицинские материалы. После сбора этих данных и сравнения их с существующими случаями заражения на экране появляется зеленый цвет, если риск заражения минимален, желтый, если он вероятен, и красный, если человек нуждается в карантине. 2. Опора на искусственный интеллект вместо человеческого люди создали и запрограммировали машину. Мы не отрицаем роль человека для проверки итогов ее работы и постановки приоритетов, однако в случаях вспышки заболеваний, когда человек является главным переносчиком вируса, ключевая задача – снизить зависимость от человеческого фактора и сократить физические контакты. Тем самым человеческая деятельность заменяется технологическими разработками, включая роботов, которые доставляют еду находящимся на карантине лицам, дезинфицируют улицы и даже перевозят медицинское оборудование. Также в этой стране необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, чтобы воспользоваться какой-либо электронной услугой или карты для оплаты проезда или использования интернета. Вместо того, чтобы приостановить работу общественного транспорта и нарушить ритм повседневной жизни, сотрудников заменили тепловые камеры, проверяющие безопасность пассажиров на остановках и станциях. Устройство измеряет температуру пассажиров, и полученная информация вместе с изображением человека отображается на экране. Как только система выявляет показатель, свидетельствующий о наличии заболевания, все находящиеся в транспорте пассажиры проходят осмотр, и их предупреждают о возможном заражении. В связи с этим компании, специализирующиеся на разработке искусственного интеллекта, оказали помощь государству, предоставив вспомогательное программное обеспечение, которое анализирует выражение лица и телодвижения для более точной диагностики. Во многом качество диагностики зависит от данных, ранее собранных с помощью тысяч камер по всему Китаю, способных автоматически распознавать лица. 3. Тщательный мониторинг перемещения и оповещений. Когда власти просят конкретных людей самоизолироваться, мы имеем дело с весьма деликатным вопросом. Эффективность самоизоляции зависит от того, насколько граждане соблюдают ограничения в целях сдерживания эпидемии, однако из разных стран поступает сообщение о нарушении карантина. В Китае сделать это практически невозможно, так как отслеживаются географические координаты каждого человека, получившего рекомендацию соблюдать карантин. Программа автоматически и очень быстро отправляет оповещения, сообщая о любом нарушении режима изоляции, чтобы предотвратить перемещение граждан. Вездесущие камеры, способные их идентифицировать, значительно облегчают данный процесс. С другой стороны, эта программа также отслеживает физические контакты между людьми, чтобы любой человек мог получить информацию о возможном заражении друга или родственника. К примеру, компания Баиду предоставила китайскому правительству бесплатную карту, используя которую, население может избегать людных мест. Телекоммуникационные компании также предоставили правительству Китая данные, позволяющие понять поведение граждан, отслеживать их перемещение и местонахождение, а также тех, кто их сопровождает. Такая информация играет фундаментальную роль в процессе проверки ранее полученных данных, которые далее используются при анализе. 4. Культура китайского народа С точки зрения принятия технологий как считают аналитики, отсутствие культуры изменений среди сотрудников является серьезным препятствием для развития инновационных проектов. С этой проблемой сталкиваются все страны, желающие предоставлять услуги более современным и простым способом. В Китае, кажется, население привыкло автоматически внедрять инновационные методы работы. Оно отличается способностью быстро адаптироваться к новым технологиям и работать с ними независимо от возраста и происхождения. Кроме того, передовые технологии одинаково доступны во всех регионах и для всех слоев населения, и поэтому ни одна группа не имеет монопольного к ним доступа. Отличные меры, но... В результате ежедневной работы населения с приложениями было получено огромное количество поддающихся количественной оценке данных касательно поисковых запросов или поведения на веб-сайтах и социальных платформах. Обычно эти данные представляют интерес для маркетинговых компаний, которые производят целевую рекламу для больших продаж. В случае с Китаем сбором данных занимаются самые разные ведомства, постоянно совершенствуется система мониторинга, и тем самым власти обеспечивают локализацию эпидемии, поскольку передача информации властям является обязательной. Если мы скроем личные данные в этих приложениях или на сайтах, это внесет изменения в нашу повседневную деятельность. Например, когда заболевший приобретает определенные лекарства, органы власти должны понимать, какой дополнительный риск это в себе несет. Государство нуждается в большем количестве данных, чтобы иметь возможность помочь населению, однако обладание таким объемом информации вызывает много вопросов. Что власти будут делать со всеми этими данными после победы над вирусом, и что оно предпримет, если их украдут? Разумеется, эти и многие другие открытые вопросы не кажутся достаточным основанием, чтобы люди противостояли сбору данных. Очевидно, сопротивление действиям властей уменьшается, так как население осознает текущую гуманитарную ситуацию и условия в области здравоохранения, благодаря чему сегодня граждане более склонны жертвовать частной жизнью в обмен на безопасность общества. Вне всякого сомнения, есть множество мер, которые могут быть приняты китайскими властями для успокоения общественности по поводу сбора данных. Мы говорим о различных процедурах и законах для повышения уровня прозрачности в процессе сбора данных, их использования и регулирования связанных с этим механизмов. Здесь важную роль играют правозащитные учреждения, расположенные в китайской столице, которые сегодня сосредоточены на вопросах, касающихся медицинских данных, таких как отпечатки пальцев, с учетом того, что защита личной жизни была заранее предусмотрена гражданским уголовным законодательством. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.